Друзья, как бы то ни было, любой организм может лучше противостоять какой бы то ни было заразе, если этот организм правильно питается. Но, к сожалению, в Красноярске все больше и больше подростков, неважно, девочки или мальчики, отказываются от еды и буквально планируют скидывать по 20 килограмм. По 30 даже кто-то, собственно говоря, я не знаю, от веса подростка, мне кажется, это огромнейший. Это просто половина. Для взрослого-то человека это, в принципе, серьезные показатели, а для ребенка, будем говорить, уж прямыми словами, то это вообще очень страшно и опасно для здоровья вообще, в принципе. И по этому поводу решили пообщаться мы с нашей утренней гостью. Здравствуйте. Доброе утро. Елена Голубнича, диетолог, нутрициолог сегодня в наших гостях. И вот как раз хочется обсудить тему того, насколько, в принципе, должно отличаться питание подростков или оно такое же должно быть, как и у взрослого. Период подросткового возраста – это становление гормонального фона, поэтому очень важно помочь в это время своему ребенку, правильно его накормить в первую очередь. Потом уже, конечно, семейное положение, внутренние отношения семьи. Обязательно нужно уделять важное внимание жирам, то есть на основе жиров синтезируются наши важные гормоны, в том числе и половые гормоны. Это очень важно как для девочек, так и для мальчиков. Елена, можно я вот сейчас про жиры, чтобы, так сказать, на пальцах сразу? Мы знаем, что очень часто подростки прямо-таки хотят какую-то вредную пищу, которая как раз и содержит обычно жиры. То есть может быть просто предлагать какую-то замену, да, чтобы вот не фастфуд. Конечно, да. То есть нужно давать именно хорошие жиры, полезные жиры. Пусть это будут качественные растительные масла, нерафинированные. Пусть это будут хорошие орехи, то есть качественные жиры. Потому что на фастфуд тянет жиры – это тоже энергия. Помимо того, что из них синтезируются гормоны, они еще и дают нам энергию. Если мы ребенку не дадим эту энергию, он ее возьмет из других источников углеводных – сахар, булочки, фастфуд. Давайте тогда вот помимо там орехов, это что еще может быть? Вот эти правильные хорошие жиры. Хорошая рыба, жирная. То есть здесь мы еще и получим белок, строительный материал для наших клеток. И, конечно же, питание должно быть полноценное. То есть пресловутые, да, белки, жиры и углеводы, как обычно. Поэтому нужно обязательно уделять еще время вместо углеводной составляющей в рационе. Но это не должны быть какие-то простые сахара. То есть углеводы должны быть сложными. Это либо крупы, либо некрахмалистые овощи. То есть что-то такое не сладкое, не овсянка каждое утро по утрам с молоком. Поэтому нужно очень тщательно следить за питанием в этот момент. Плюс, конечно же, нужно отдать предпочтение нутрицептикам. То есть ребенок растет, нутрицептики это витамины, добавки. То есть нужно подобрать хороший мультивитаминный комплекс. Нужно подобрать омега-3, витамин D, витамин C, магний по показаниям. Потому что это же еще и нервный период, когда гормоны бушуют. Дети не могут с этим справиться. Поэтому мы, как родители, должны им в этом помогать. А вот скажите, у меня у кого-то из знакомых была такая ситуация. Они рассказывали, не помню точно, кто это был и насколько это близкие мне люди. Потому что я бы им сказал, ребят, не стоит этого делать. Но тем не менее, о своем подростке они рассказывали, о своем ребенке, о том, что он по утрам не ест. Но тем не менее, он ждет завтрак, который в школе происходит. Говорит, я в школе поем и ест там. Насколько правильно вот такая вот позиция относительно еды, приема пищи перед непосредственным походом в школу? Ну смотрите, в школе кормят обычно после второго урока. То есть это примерно час-полтора-два. Это 11-10 часов. Да, а ребенок у нас просыпается в 7, ну максимум около 8 часов. Поэтому это очень длительный период. Хотя бы немножко, но ребенка нужно накормить дома. Мы же не знаем, поест он в школе. Не поест он в школе. То есть контроль питания, он все равно должен быть. Обед мы можем пропустить, потому что родители на работе, дети обедают в школе. А завтрак и ужин нужно постараться делать семейное. То есть вы должны видеть, что кушает ваш ребенок. А если он отказывается утром от завтрака, говорит, я поем в школе, ужинать он там не хочет, либо там чем-то легким, и при этом на нем еще начинают висеть штаны, это уже прям конкретно серьезно. Здесь стоит уже бить тревогу, правильно? Конечно, конечно. То есть отказываться от еды. Есть еще какие-то случаи, на что мне, как родителю, обращать в первую очередь внимание? Он может быть придирчив к своей внешности. То есть где-то я там поправился, где-то там что-то мне не нравится. Тревожные симптомы, опять же. Это же в первую очередь еще психологическая проблема. Поэтому помимо того, что мы культуру питания развиваем дома, мы общаемся с ребенком, мы должны быть к нему внимательны. Перепады настроения, это опять же, может быть, бушуют гормоны, а может быть, у него уже начинаются те самые проблемы, потому что мы вовремя не обратили на это внимание и не помогли ему. А вот смотрите, есть же ребятки, которые занимаются спортом. Гимнастки, например, у нашего режиссера, например, дочь занимается гимнастикой. Им прямо надо быть худыми? Их буквально заставляют быть худыми? Вот тогда как дать полноценный рацион, но при этом вот есть ли там какая-то норма, чтобы не болеть? Конечно, мы высчитываем по весу ребенка, по его росту определенную норму, калории, тех же белков, жиров и углеводов. Но мы даем это правильно. То есть правильные жиры, правильные белки, правильные углеводы. Вы, смотря в тарелку, должны понимать, какую ценность получает ваш ребенок из этой тарелки. Либо это будет жареная картошка с кусочком хлебушка, да? Понятно, что здесь пользы ноль. Либо это будет какой-то овощной салат с хорошим оливковым маслом, хорошая рыба и, например, какой-то углеводный гарнир. То есть здесь уже... А вообще, в принципе, как можно... Можно ли правильно сформировать пищевые привычки у ребенка, чтобы в дальнейшем жизни все это... Нужно. А каким образом это сделать? Вот бывает часто же, согласитесь, даже вот взрослый человек просыпается, и с утра, ну, нет желания есть просто-напросто. Жить. Если нет желания жить, значит, что что-то не то съели на ужин. Бывает, что нет желания... А, да? Смотри, ты заметил, как интересно. Если не хочется с утра жить, это не то, что-то съела не то. Ну, вы могли наесться, там, какой-то углеводной еды, получить на утро отеки, отсутствие абсолютной энергии, потому что углеводы – это же энергия, а ночи-то они нам не нужны. Организм отдыхает, мы спим. Поэтому вы с утра проснулись и вообще не поняли, надо вам, не надо вам. Что здесь и происходит. Да, поэтому пищевые привычки формируются в семье, это нужно делать с раннего возраста, с детского. Да, это сложно. Тем более мы, да, как сейчас дети подростков, это в основном те дети 90-х, которые практически-то ничего в жизни не видели, и они сейчас хватаются за любую возможность работы, а контроль ребятишек уже уходит куда-то на второй план. Елена, ну, давайте попробуем, ну, хотя бы пару каких-то навскидку историй. Вот, скажем, мой ребенок привык кушать, прям вот, да, на примере, кашу с бананом. Ну, вот очень она ему нравится, он ее называет банановая каша. Чтобы потом нам перейти в подростковый, хорошо, ему сейчас пять, что добавлять к этому завтраку? Или я уже делаю что-то неправильно, это уже плохая привычка по утрам завтракать кашей? Да. С бананом. С бананом особенно, да. Потому что каша в итоге дает нам, каша – это углеводный продукт, в итоге мы получаем сахар, да? Фрукты, фруктоза, фруктовый сахар. То есть у вас сахар плюс сахар, и у ребенка вот такое вот непонятное состояние, в голове у него бешеная энергия, а через час он говорит, мам, я есть. Да, 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 именно так и происходит. Так, стоп, а если я изъяла банан, то все равно не все пошло хорошо? Вы можете убрать банан, добавить при этом какое-то, например, если это не коровье молоко, пусть это будет кокосовое молоко, то есть вы эти углеводы завязали с жирами, и уже идет более медленное усвоение и более медленный подъем сахара. Либо вы можете орешки туда, например, добавить, если нет каких-то противопоказаний у ребенка. Ну, вообще, в идеале предлагать детям нужно разную еду. Конечно, да. Предлагать, он может сначала фукнуть, потом не захотеть, на пятый-десятый раз вы поставите это на стол, у него рука потянется ради интереса просто, да, и потом постепенно-постепенно это все. Ну, я могу... А вот что, например, у вас на утро-позавтрак? По утрам, да, на завтрак. У меня лично или у моих детей? У детей. И у вас. Я сейчас люблю завтракать, у меня амарантовый хлебец, авокадо и, например, там поджаренное яичко какое-то. Могу еще там соленую рыбу сверху положить, чай, кофе, там, в зависимости от настроения. А дети иногда едят то же самое. Могу им сварить кашу, но всегда предлагаю к каше, например, морковку. Опять же, политую оливковым маслом нерафинированным, потому что, чтобы нам получить из морковки витамины, нужно, опять же, добавить жир в проф. Да вы что, витамины иначе не получают, да? А мужику съесть? Хорошего профа. А мужику съесть котлетку, гречку и овощный салат, к примеру. С нерафинированным маслом? Да, да. Вот, запомнили главное. Нерафинированное оливковое масло, тыквенных семечек, то есть любое абсолютно, но оно должно быть качественно, хорошее. Фантастически разобрались, мне кажется, в вопросе. Конечно, хочется еще пару десятков вопросов задать. В любом случае, Елена Голубничая, диетолог-нутрициолог, нам рассказала максимально о завтраке полезном и питательном. Будем, в общем-то, стараться придержаться. Спасибо большое за утренний. Спасибо большое. Визит непременно ищите в социальности, инстаграм, в нашем, разумеется, в нашем сообществе. Утреннюю фотографию с нашим первым утренним гостем. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе с нами. Небольшой, была полезная информация, скоро вернемся.